Исполнение бюджета города в 2015 году. Депутаты Горсовета на сессии Горсовета заслушали отчет об исполнении казны Наринмара. Кроме того, на сессию должны были вынести вопросы об оптимизации расходов, связанных с оплатой труда лица, замещающих выбранные должности местного самоуправления и об оплате труда муниципальных служащих, но на прецессионном комитете их сняли с рассмотрения. Доходы городского бюджета в 2015 году сформировались за счет НДФЛ, налогов на доход, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежей при пользовании природными ресурсами и прочих налоговых и неналоговых доходов. Три четверти доходов городской казны, это чуть более 2 миллиардов, составляют безвозмездное поступление из бюджета в других уровней. Предлагаем утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2015 год по доходам в сумме 2,561,620,000 рублей, по расходам в сумме 2,686,620,000 рублей и дефицит в сумме 125,620,000 рублей. Стоит отметить, что городской бюджет 2016 по доходам по сравнению с прошлым годом сократится более чем в три раза. Кратное снижение параметров бюджета связано в первую очередь с передачей с муниципального уровня на уровень Нинецкого округа полномочий в сфере образования. Но и новые экономические условия также влияют на наполнение городского бюджета. На этой волне группа депутатов Горсовета выдвинула предложение о снижении заработной платы на 10% выборным должностным лицам города. Речь идет о главе Наринмара и председателе Горсовета, а также муниципальным служащим. Инициаторы предполагают, что сэкономленное средство можно будет направить на благоустройство города на озеленение или социальные выплаты. Ведь мы делаем сегодня общее дело, и это наши общие проблемы. И когда происходит повсеместное сокращение доходов граждан, сокращены зарплаты государственных чиновников, работников государственных учреждений, я думаю, что администрация города обязана пойти на эти же меры. И тогда, я думаю, наши избранники будут больше доверять, наши избиратели будут больше доверять своим избранникам. У меня принципиальная позиция всегда была, говорящая о том, что, конечно, расходы на содержание управленческого аппарата в округе слишком велики. И я считаю, что эту проблему надо решать в комплексе. В том числе и содержание органов управления округа, и органов управления города. Я знаю, что в городе сейчас происходит процесс оптимизации. Процесс идет непросто. Но я думаю, что депутаты городского совета и руководство города примут взвешенное грамотное решение с учетом всех обстоятельств, возможностей городского бюджета, соотношение уровня оплаты труда управленцев округа и города. Все доводы за и против закона проекта обсудили накануне на предсессионном комитете. Часть депутатов настаивают на доработке документа о снижении заработной платы выбранным лицам и муниципальным служащим. Возникает такой вопрос именно по сокращению содержания муниципальных служащих как таковых. Их в настоящий момент в городской администрации всего, я точно цифру не назову, 58, в общем, 50 – это муниципалов. Муниципалов как таковых. И таким образом сокращение по ним даст ли такую экономию на 10% их содержания, сразу возникает вопрос, уложимся ли мы тогда в норматив. И самый главный вопрос, который есть, по каким критериям округ задал вот этот норматив городу. Каких-то ясных объяснений городская администрация и городской совет так и не получил до сих пор. Мы бы хотели точно узнать критериями, по которым нас ставят в эти рамки и предлагают в них укладываться. И мы бы хотели их пересмотреть. Если мы сильно ужмем содержание городской администрации, оттуда уйдут самые опытные и работоспособные кадры, что может привести к тому, что горожане окажутся в крайне неприятном положении, ввиду того, что мэрия будет работать менее качественно. Я считаю, что в подобном направлении надо работать, но воплотить его в жизнь достаточно просто. По словам одного из разработчиков проекта Ольги Питуниной, никаких нарушений законодательства при разработке документа допущено не было. Вопросы о снижении заработной платы выбранным лицам и муниципальным служащим сняли с сессии, ввиду того, что в рассмотрении серьезных вопросов участвовали не все городские депутаты. Решение о сокращении должно приниматься коллегиально и будет принято на июньской сессии, подчеркнула депутат Горсовета. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал Север.